Добрый день, дорогие телезрители и радиослушатели. У нас передача проходит в формате мультиплекс, то есть мы вещаем как на телевидении, так и на радио. Рад вас приветствовать в рамках 67-й передачи моей авторской программы «Конституция. Мы». И в студии автор и ведущий, председатель Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России, доктор юридических наук, профессор Ким Кемен Александр Николаевич. В студии также работают режиссеры. Это Николай Слепцов Айден и Николай Дмитриев. Сегодня мы выбрали тему «Современные аспекты реализации концернных прав граждан на свободу творческого труда». Вы знаете, что мы ведем эту передачу уже с 2016 года, и за этот период мы рассказываем нашим согражданам, как реализуются те или иные конституционные положения на примере людей, которые имеют разные специальности, разные должностные полномочия. Ну и сегодня у нас гость студии – это Лена Диасовна Румянцева, заслуженная артистка Республики Саха-Якутия, заслуженная артистка Российской Федерации, народная артистка Республики Саха-Якутия, актриса Саха-Академического театра имени Платона Алексеевича Аюнского. Ну, дорогие друзья, конечно же, вот наша передача имеет такой большой охват. Я должен отметить, что нас смотрят и в других регионах Российской Федерации, также наши зарубежные друзья, поэтому мы ведем нашу передачу на русском языке. Поэтому хотелось бы начать, наверное, с корней, да? Вот ваши предки, может быть, ваши родители, вы где родились, где прошло ваше детство, пожалуйста, с этого начнем. Ну, я начну, наверное, с моих дедушек. Мой дедушка по линии отца Сергеев Алексей Михайлович. Он во время войны был первым секретарем райкома партии в Жиганске и Верхневилюйске. Он был такой сталинист, истинный коммунист. Даже он своим детям, у них было семеро детей, своим детям давал такие имена, как... Один сын был Рева, а дочка была Люция. Революция. А мой отец, Диас, это тоже очень редкое имя, но папа мой рассказывал, что дедушка нашел его имя... Была же такая желтая энциклопедия. В этой энциклопедии это имя мексиканского коммуниста Диас. А сейчас это имя носит правнук, мой старший внук, он сейчас Сергеев Диас. История повторяется. Повторяется, продолжается, жизнь продолжается. Здорово. А другой дедушка по линии мамы, тоже легендарная личность у меня, он участник хохочойской трагедии. Это в 22-м году комсомольцы, они из города Вилюйска поехали в этот... на конях поехали в Хампу, это средний Вилюйска, в деревню. И они попали в засаду. И моего дедушку взяли проводником. Он местность очень хорошо знал. И там только два человека остались в живых. Среди них был мой дедушка. Потому что он остался в живых, потому что он очень хорошо знал местность. И говорят, он был такой очень ловкий человек. Так, а ваши родители чем занимались? Ну, мои родители, ну я сама вилюйская, они учились вилюйске, они одноклассники, в старших классах. Потом мама поступила в ЯГУ, она учительница физики. А отец мой омский сельхозинститут закончил, зоотехник. И после учебы они поженились и создали семью. Мама всю жизнь работала учительницей физики, а папа был вилюйске главным зоотехником. Это вот родители ваши? Ага, это мои родители, они были очень такие красивые, очень творческие люди были. Папа очень хорошо играл на баяне, а у мамы был прекрасный голос, она очень хорошо танцевала. И вот это 1 мая, кажется. А 1 мая по праздникам, ну, раньше, мне кажется, очень хорошо праздновали. По-настоящему. По-настоящему. Для детей, для нас было это очень весело. События. События интересные. Под баян песни, и пляски, танцы, краковяк, тус-те, подграс. Было очень весело. Вообще, у меня было детство очень счастливое, очень хорошее детство. Ну, я знаю, что, да, вилюйские школы, они имеют таких прекрасных и даже знаменитых выпускников. А вообще, как вот, что стало мотивацией для выбора профессии? Ну, мотивацией, я когда заканчивала школу, я хорошо училась. Ну, тогда, а в аттестат, это у нас баллы же были. У меня были очень хорошие баллы. Я думала поступить в ЯГУ на биологический. Планировала. Но старшая сестра моей мамы, жена знаменитого актера, народного артиста, мелодиста Христофора Максимова. Так что я как-то с детства связана с театром, оказывается. Они работали, когда открывали Нюрбинский передвижной театр, они там жили в Нюрбе и там работали. И я каждое лето, каждую зиму почему-то меня туда, к ним отправляли. И в Нюрбе был двухэтажный деревянный дом, и там жили актеры. Я с их детьми играла, и как-то вот какая-то связь, оказывается, у меня была. И вот они, когда я школу закончила в 80-м году, в год Олимпиады, они моим родителям позвонили и сказали, что меня звали Ляке. Ляке надо попробовать в театральной. Начинается набор. Ну, я и приехала в Якутск, и начала готовиться стихи, монолог, басня. Ну, я постоянно танцевала, я пела. Короче, в школьные годы постоянно со сцены не вылазила. То есть опыт был? Опыт был. Да. Замечательно. Ну, давайте вспомним, наверное, ваши годы учебы. В результате всего этого вы прошли, так сказать, конкурсный отбор и стали студенткой чего? Был очень большой конкурс. Поступало очень много девочек, мальчиков. Это театральное училище имени Щепкина, вуз при Малом Театре. Из Москвы приехали педагоги, чтобы нас набрать. Мы в 80-м году, мы четвертая студия. Я очень, когда сдавала экзамены, я три дня не могла зайти. Я смотрю, все такие готовые, все такие красивые. Я боялась. Ну, как-то вот судьба, я поступила. И вот мы поехали в Москву. Мы-то в основном из деревень, из маленьких городов. В больших городах, ну, почти все не были. И впервые увидели Москву, Красную площадь, Кремль. Для нас это было такое событие. Сходили в мавзолей. Обязательно в мавзолей. И началась очень такая интересная, насыщенная студенческая жизнь. Ну, вот с кем вы учились? Какой был набор? Вот из тех ребят, которых тогда набрали, насколько этот был выбор такой правильный? Чем вы можете подтвердить, что действительно выбирали лучших из лучших? Вы же говорите, конкурс был большой. Ну, нас было 20 человек. Обычно девочек меньше набирают. Ну, вообще в театре мужчины больше востребованы. Нас было семеро девочек и остальные все мальчики. Ну, некоторые, вот, когда учатся, где-то... Короче, отбор происходит. Кто-то уходит. Не выдерживает. Не выдерживает. Кто-то не может учиться. Или профнепригодность, такое тоже бывает. И на второй год, ну, в основном мальчики уходят. И у вас тоже был отцев? Да, отцев был. И на второй год четверых парней еще добрали. Добрали к нам. И они сразу поступили на второй курс? И они сразу на второй курс поступили. Так можно было, да? Ну, можно было, ага. Но мы в то время учились пять лет. А сейчас щепкинцы учатся четыре года. И первый день, в сентябре, у нас был, ну, как бы, первый звонок. И мы там увидели великих актеров. Елена Гоголева, Аненков, Царев. Мы же их видели только по телевизору и в кино. И мы их живьем увидели. Стояли рядом. Ага. Дышали одним воздухом. Да. И наш художественный руководитель был Кознов Дмитрий Георгиевич. Красавчик, статный, ветеран войны. Он с нами возился, как с маленькими детьми, особенно с парнями. А по танцу нас учила Леса Маяновна, бывшая балерина Большого театра. Ну, в основном у нас гуманитарные предметы были. И обязательно мастерство актера, циническая речь, вокал, танец и цендвижение. По цендвижению нас учил тоже великий педагог Немировский. И я очень благодарна педагогу Лиде Павловне Новицкой. Когда мы учились, ей было уже 80 лет. Она ученица Станиславского. Я очень ей благодарна. Из выпускников есть те, кто сегодня работает, кроме вас, кто-таки работает в Якутии? Из вашего выпуска. Да. Когда мы закончили в 85-м году, в Якутии было только два национальных театра. Это Саха-академический театр районского и Нюрбинский передвижной театр. Так что нас распределили по двум театрам. В Саха-театр нас было три девочки и четыре парня. Семь человек только взяли. Но некоторые в нашем курсе очень много режиссеров вышло. Вот наш известный кинорежиссер Никита Оржаков, Тагандархан, снял. Это наш сокурсник. Гена Богананов, наш сокурсник. Потом театральные режиссеры. Макаров Юра, это Нюрбинский передвижной театр. Он там главный режиссер. И Нюрбинский театр кукол, Скрябин Пётр. А некоторые нашли себя в педагогике, колледже культуре. Ну, в сфере культуры они работают. И в Арктическом институте тоже работают. Это здорово. То есть все как бы востребованы в своих специальностях. Творят, делают такое доброе дело. Это замечательно. Конечно же. Но у меня одна запись в трудовой книжке. Саха-театр. И чем я горжусь. Это здорово. Ну, с чего вот началась ваша работа в Саха-театре? Ну, мы в 85-м году приехали в Якутск. И тогда с 82-го года Андрей Савич главным режиссером работал. И мы попали в очень интересное время. Было очень много вообще гениальных, я считаю, спектаклей. «Желанный берег» Айтматова, «Добрый человек из Сюзана», «Алампа». Ну, моя первая роль – это «Соруна Маллан» – «Свободы, жаркий день». Такой был спектакль современный по тем временам. Ага. Ну, там тема негры и европейцы. И с Андреем Савичем работал художник знаменитый Геннадий Сотников. Знаем. Он нам костюмы, сценографию делал. И негров он одел в чёрно-серые одежды, а мы, европейцы, были в белых одеждах. И это была моя большая первая роль, за что я Андрею Савичу очень благодарна. Доверил юной актрисе. Ага. И я получила лучший дебют года за эту роль. Звание. Ага. Ну, как бы... Здорово. Да. Потом ещё одна большая роль – Чайка Чехова. Угу. Нина Заречная. Ну, это, я считаю, мечта каждой молодой героини-актрисы. И мне посчастливилось сыграть эту роль. Замечательно. То есть, а во время учёбы вы хорошо учились? У вас, наверное, связь была тогда ещё с театром, да? Они отслеживали ваш творческий путь? Обязательно. Ага. У нас... С нами был куратор. Куратор, педагог, и как воспитатель, и со знанием якутского языка. Мы же должны были стать актёрами саха-театра. Но вначале мы на русском языке всё репетируешь, потому что педагоги все русские. Потом начинается уже перевод и на якутском языке. И за нами там следили, чтобы хорошо говорили на якутском языке. Чисто. Чисто. Здорово. Ну, получается, это хорошие роли уже такой вот пошёл процесс. Вот старшее поколение артистов саха-театра, что они вам передали, на ваш взгляд? Когда мы приехали, мы застали аксакалов, актёров старых. Это Матрёна и Марк Слепцов, Афанасий Петров, Ирина Максимова, Гаврикович Колесов. И мы даже в первый год, когда начали работать, у нас был режиссёр-педагог Василий Фомин. Он для стариков, для троих, поставил спектакль «Дударева вечер». И они первый день играли этот спектакль втроём. Шикарный был спектакль. Там вообще такое актёрское мастерство. Мы там учились у них. А на второй день мы молодёжь концерт давали. Ну, отрывки, танцы, песни. Вот. Потом первая студия «Щипкинцев». Они закончили в 1955 году. Это наши знаменитые актёры. Анна Кузьмина, Александра Иванова, Аксинья Адамова, Таисия Муреева, Михаил Гоголев, Мария Канаева. Мы с ними вот до конца работали вместе. С Анной Кузьминой. Это моя подруга, подружка. На одной волне были. На одной волне мы постоянно с ней были. Мы вместе с ней. В театре по бригадам мы распределяемся. Когда на Паулу замездим. И мы с ней больше 20 лет в одной бригаде вместе работали. В одной связке. В одной связке. Да, это замечательно. Конечно, вот те имена, про которые вы говорите, это легенды. Это легенды. А вот кроме Андрея Исаевича Борисова, кто такие были режиссёры в сахотеатре? Ну, до Андрея Исаевича, конечно, знаменитый наш режиссёр Федот Федотович Потапов. Его спектакли «На Росох», это комедия, до сих пор идёт. Больше 50 лет. И в нашем театре есть такая традиция. Замена актёров. Более старшее поколение вручает роли молодым. «Истафету». «Истафету». «Истафета». 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 Но всё-таки они, актёры, должны сохранить первобытную атмосферу спектакля. Да. Ну, я думаю, что наш очень интересный разговор мы сможем продолжить, потому что у нас рекламная пауза, и после этого продолжим. Ещё раз добрый день, дорогие телезрители и радиослушатели. У нас очередная передача в программе «Конституция. Мы». И у нас в гостях Лена Диасовна Румянцева, заслуженная артистка Республики Саха-Якутия, заслуженная артистка Российской Федерации, народная артистка Республики Саха-Якутия, актриса Саха-Академического театра имени Платона Алексеевича Аюнского. И тема сегодняшней передачи «Современные аспекты реализации консольных прав граждан на свободу творческого труда». Ну, давайте наш разговор продолжим. Вот как раз-таки о режиссёрах вы упомянули, да, Федота Потапова, выдающегося режиссёра, насколько вот его спектакли уже более полувека не сходятся сцены, и передаётся некая эстафета между разными поколениями актёров. Ну, далее у вас Андрей Исаевич Борисов, да? Пожалуйста, расскажите о режиссёрах театра. Ну, у Андрея Исаевича Борисова я по молодости очень много работала. И одна из больших моих ролей – это Кэт Марсден. Вот как раз идёт видео. Ага, вот это после учёбы, когда только начали работать, мы поехали за реку Устах Избеков. И вот здесь вот старые актёры наши. А, все легенды, да. На пароме прямо вот с Охой. Да, 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 молодцы. А мы вообще вот я молодая. Оптимистичные лица. Только-только после учёбы. Ага, здорово. Замечательные кадры. А сейчас у нас три режиссёра. Они очень талантливые, очень разные. Вот, естественно, наш Андрей Исаевич, мэтр нашего театра. Потом... Ну, я думаю, что это режиссёр мировой величины. Ну, конечно, конечно, ага. Признанный. Признанный. Сергей Потапов. Он тоже очень много ставит и за рубежом, и в России ставит. Да. У него тоже совсем другой взгляд. Очень интересный. Оригинальный, да. Очень оригинальный. Очень талантливый. Талантливый, современное видение у него. Угу. И потом наш главный режиссёр – Руслан Игоревич Стараховский. Ну, он очень хорошо ставит нашу якутскую драматургию. Очень кассовые спектакли. Только «Глухой велюй», «Тулай-гого». Вот, его спектакли очень хорошо идут. Да, это здорово. Вот, и мы не только гордимся своими актёрами, да, разных поколений, своими режиссёрами. Поэтому пусть театр живёт, развивается. Вот я знаю, что у вас есть опыт в кино. Давайте немного про это поговорим. Угу. Вот реализация ваших способностей в сфере кино. Как это случилось? Ну, у нас в дипломе написано «Актёр телевидения, театра и кино». Ну, сейчас вот бум нашего сахафильма. Очень много фильмов снимается. Ну, в молодости мы тоже так играли. Ну, такая более значимая роль у меня по велению Чингисхана. Да, это работа Андрея Борисова. И я там играла «Найманскую царицу». И у меня был... Вот как раз такие кадры. Ага. У меня был партнёр Тагава. Голливудский актёр японского происхождения. Очень известный. Ну, он киношный актёр. Да. Так быстро переключается. Мы всё-таки драматические актёры. У нас всё-таки чуть-чуть по-другому... Вызываетесь в роль. Ага. Вживаемся в роль. А у него мимика сразу всё меняется. Быстро-быстро. Очень интересно было с ним работать. Вообще очень мы это в Туве снимались. Было очень интересный опыт. И вот он вынес все тяготы съёмки фильмов. Да. Особенно там условий-то не было. Да. В Туве-то это... Серьёзно. Вот я как раз-таки взял такой журнал. Журфикс. Это Яна Угарова издаёт. И 2006 года. Ого. Вот. Как раз-таки здесь есть гордый варяг Матрёна Корнилова. Да. К сожалению, рано ушедшей из жизни. Это моя однокурсница тоже. Очень хорошая актриса. Вот человек хороший, очень коммуникабельный. И вот есть шесть дней с Керри Тагавой. Да. И вот здесь есть ваша фотография. Ага. Я вам этот журнал подарю. Ой, спасибо. Чтобы вы прочитали, вспомнили те времена. А ещё какие фильмы? Ну, я снималась у Эдуарда Новикова Айола. Айола, да. Это... Про Сашу Самсонову. Самсонов. Ага. Я играла его маму. А, Марфу Иннокентиевну? Марфу Иннокентиевну. Ну, до фильма мы с ней встречались. Она сразу меня увидела. Ну, она меньше меня ростом. Она говорит, такая высокая на меня. Ага. Ну, ей, ну, сказали, что это художественный фильм. Да. Не должно быть. Главное передать основные черты, может быть, да. Ментальность, психология. Именно такого сходства не должно быть. Не обязательно. Главное, тема. Угу. Тема. Да, да, конечно. Ну, конечно, такая судьба у мальчика. Ну, мама молодец она. Молодец. Всё-таки такую память о сыне сделала. Да, она над этим работает. Да. Причём работает до сих пор. До сих пор, да. Я был в селе Улаханан. Там открыли прекрасный памятник, где он, Саша, стоит с китарой. Саша у меня в своё время был доверенным лицом, когда я участвовал на выборах в 97-м году. И я был человеком, который помог ему записать первый альбом. Так что, ну, какая-то есть сопричастность. Вот сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы установить памятник в Студгордке. И Марфина Кентина очень серьёзно работает по этой повестке. Она молодец. Ну, вы довольны, да, тем, что вы сыграли эту роль? Ну, конечно. Удовлетворены? Мы в Улаханане снимались, в их доме. Там в комнате Саши вообще ничего не изменилось. Всё так же, память о нём. Замечательно. То есть, получается, два фильма или ещё есть? Ну, ещё есть фильмы. А в каких-то сериалах? В сериалах, да. Да. Обычно мы летом, когда у нас отпуск, мы соглашаемся и можем играть. Ну, давайте вернёмся к вашей профессии основной. Вы актриса Саха-театра. Вот наш театр, почему любим в народе? Потому что он ставит постановки не только на... Ну, в своём здании, да, в театре, который в своё время построил Михаил Ефимович Николаев, наш первый президент Андрей Исаевич Борисов, много лет ставил этот вопрос. Я помню, вы ещё тогда в старой церкви работали. Потом в театре оперы-балета вместе работали. Да, совмещались. Это, конечно, неудобно. А вот когда, собственно, театр появился, это замечательно. Ну, и у вас гастрольные туры по Улусам республики. Вот вы встречаетесь с народом. Как народ встречает вас в Улусах? Ну, мы до пандемии каждый год ездили. Где-то в феврале, ну, на 20 дней. А раньше, когда мы были молодыми, мы три месяца гастролировали. Зимой два месяца, летом один месяц. То есть это была обязаловка? Да, это была обязаловка и соревнования, сколько денег заработаем, сколько зрителей посмотрят. Но, к сожалению, с этой пандемией мы какой-то перелет сделали. Немножко прервалось. Ага. Ну, после Нового года, в феврале, мы четыре бригады поедем на гастроли. Уже спланировано. Какие Улусы? Татта, Кебеи и Верхоянский Улус. И где-то тоже на север. Я точно не знаю. Вот это молодцы, да. Ага, едем. И, ну, гастроли – это тоже… Утомительно. С одной стороны. Ну, где-то утомительно, но в этом есть своя прелесть. Нам, актерам, очень нравится ездить на гастроли. Во-первых, там каждый день играешь. Актер – это как спортсмен. Всегда должен быть актер в форме. Да, это в спорте. И физическом. Мы скандинавской ходьбой ходим. Очень много ходим. По молодости лыжи одалживали, на лыжах ходили. Ну, вот я как спортсмен перед каждым соревнованием волнуюсь. А вы, актеры, как перед каждой постановкой волнуюсь? Все равно, конечно, волнение есть. Вы должны настроиться. Да. Особенно перед премьерой. Ну, потом, когда прокат идет, уже как-то привыкаешь. Ходите в область. Ага. Но все равно есть волнение. Должно быть волнение. Да. А без волнения это… Уже не актер. Да. Я так считаю. Совершенно правильно. Ну, на гастролях мы очень много встречаемся с жителями. И главное, со школьниками. В школу ходим. И кушаете традиционную якутскую пищу. Да. В самом таком первозданном виде, свежие продукты. Сейчас вот мы когда-то были в этом, в Аймекане. Ага. И тогда, когда мы встречу делали, сейчас есть у нас Винокура в Володе. В Агеке он закончил. Сейчас у нас актер. Акацио он был у нас на встрече. И когда после встречи он решил стать актером. Видите, как повлиялись. Сейчас он с нами вместе, мы коллеги. Сделал профессиональный выбор. Да. Замечательно. Это какой-то вот каждый тур, это своего рода профориентация для молодых ребят. Вот смотрите, у вас гастроли же не только по республике, еще гастроли за пределами республики, как по субъектам Российской Федерации, так и зарубежные страны. Вот о них что вы можете рассказать? Ну, мы раньше очень много ездили по заграницам. Турция, Япония, во Франции были, в Каннах были. Так, Польша, Германия, Венгрия, Китай вот ездили. А как они, вот зарубежный зритель, насколько проникается якутскими спектаклями? Есть ли понимание или просто есть уважение к традициям? Нет, они с большим интересом смотрят. И они постоянно говорят, какой у нас язык красивый, певучий. Даже некоторые говорят, вот, или построчный перевод, или наушники. А это мы в этом году, вот недавно, месяц назад, нет, это мы были в Улан-Удэ. А, в Монголии. Нет, в Улан-Удэ, в Бурятии. А, в Бурятии были. В Бурятии. Мы играли в Питере, в Александринском знаменитом театре. Замечательно. А в будущее в Бурятии в Датсан посещали? Обязательно. Надо вот всегда проявлять уважение. Ходили, ходили. Мы всей группой туда пошли, и всё как надо. А бузы ели? Обязательно. Бузы ели, каждый день ели. Очень вкусные бузы. Бухлер у них есть. Бухлер, да. Очень вкусно. Потом, в прошлом году мы в Малом театре играли. А наше училище Щипкино, это при Малом театре. Да, при Малом театре вы говорили. В Малом театре играли. То есть вы сделали своего рода отчёт, чего вы достигли в своей профессии, первоначально получив образование именно в Шипкинском училище. Да, интересная у вас судьба. И я думаю, сегодня нас слушают, смотрят, в том числе и молодые люди. Может быть, тоже в какой-то мере это станет мотивацией для выбора своей будущей профессии. Ну вот сегодня современный театр. В чём он изменился? Какие есть новые видения? В чём вы будете эволюционировать? Вот, пожалуйста. Ну, в каждое время у режиссёров есть драматурги свои. Вот у Федота Потапова Иван Гоголев был. У Андрея Саевича Николай Лугинов. Харсхал Василий. А сейчас вот Андрей Саевич сказал, что надо сильно работать с молодыми драматургами. Надо драматургов воспитывать. И при театре у нас есть лаборатории. И при Союзе театров тоже есть лаборатория молодых драматургов. И там молодые драматурги приносят свои пьесы. И у нас бывает читка в Саха театре среди актёров. Мы делаем читку. И то, что нам понравилось, мы можем поставить. И сейчас вот, по-моему, 7 ноября начнётся читка актёров. Это при зрителях актёры читают пьесы по ролям. Это тоже очень интересно. Это как спектакль. Ну, в этих больших городах уже такие проекты делают. У нас позапрошлом году делали. И в этом году тоже должны сделать. А зрителю это нравится? Нравится. Наоборот, когда слушаешь, как радио, и при живых актёрах, начинаешь фантазировать. Это тоже интересно, своего рода тоже... Новация. Новация. И в прошлом году, весной, Андрей Саевич вместе с нашим актёром Васей Борисовым поставили современную драматургию Седалищев. Эта пьеса называется «Таня», по-якутски «Таптал сюбпеткорат». А, это Александр Седалищев, который был зампредседателем Верховного Суда Республики. Да, да, да. Он написал. Очень интересная тема. Это тема, ну, как сказать, суд. Да, 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 замечательно. Ага, правосудие, суд. Это имеет большую такую, наверное, ценность и актуальность, потому что вы же посредством вот этой постановки в какой-то мере влияете на общество, да, что нельзя. Ну, современные тоже же надо нашим зрителям, чтобы они как-то были. Да, это здорово, это замечательно. Но у нас остаётся совсем мало времени. Вы могли бы посвятить там, может быть, из своих каких-то закладок что-нибудь прочитать для... Тут сидят, мне тут пишут, сидят фанаты Саха-театра. Ну, я как актриса Саха-театра на своём родном языке. Да, конечно. Алампа Сафронов. У нас ровно минута остаётся. Моя звезда. Моя звезда. Моя звезда. Вот у нас время заканчивается, да. Мы, наверное, на этой прекрасной ноте должны будем завершить. Да. Я благодарю всех телезрителей и радиослушателей за то, что вы были с нами. Благодарю наших режиссёров, двух Николаев, за то, что они тоже работали. И...